Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Такие данные приводит областное правительство, которое предлагает вернуть эти льготы. Их в конце прошлого года отменили из-за сложности с бюджетом, однако теперь по просьбе предпринимателей собираются восстановить. Как и льготы на имущество организации. По ним в среднем 1 рубль господдержки приносит рост поступлений в бюджет на 50 копеек. Чиновники признают, что эффективность низкая, но некоторые предприятия показывают большую отдачу. Зампрет областного правительства Алексей Кузнецов заявляет, что льготы нужны для демонстрации желания области заинтересовывать бизнес. Мы на сегодняшний день не сможем точно сказать, каким образом оно повлияет на привлекательность кировской области. Я могу только опираться на мнение, высказанное на кроме столетия в Вязкой торгово-промышленной палате. В один голос все говорили о том, что в головной организации, я сейчас говорю, филиалы, Прибываются решения, плюсики-минусики ставятся, в том числе по графе налоговой льготы. Льготы по налогу на имущество предоставлялись с 2006 года, по налогу на прибыль с 2014 года. Ими пользовались 25 предприятий, в их числе Кировский шинный завод, РЖД, Ростелеком, Кировэнерго, Вяткоторф, Здраво, Искоши, Маяк, Инвест. Программа «Эхономика». Арбитраж рассмотрит жалобу прокуроров на договор города с БСП «Инвестплюс». Надзорный орган требует признать документ недействительным. Одновременно прокуратура попросила запретить совершать регистрационные действия с помещениями и участками на территории центрального рынка в качестве обеспечительной меры. Арбитражный суд с этим согласился. Напомню, что прокуратура усмотрела нарушение в процедуре проведения конкурса по поиску инвестора на реконструкцию центрального рынка. В нем участвовала одна организация – БСП «Инвестплюс», дочка столичной инвестиционной компании. Она готова вложить полтора миллиарда рублей в реконструкцию рынка и строительство на его территории торгово-развлекательного комплекса. Компания «Уралхим» в рамках соглашения, подписанного с правительством, гарантирует организационные и финансовые участия в решении приоритетных социальных вопросов Кировской области. Особое внимание будет уделяться развитию детского спорта, поддержке одаренных детей, шефской помощи учебным заведениям, повышению эффективности деятельности общественных организаций и формированию здорового образа жизни среди молодежи, сообщает пресс-центр областного правительства. Курсы валют на 28 мая – 51 рубль 2 копейки за доллар. Американская валюта подросла на 70 копеек. 55 рублей 68 копеек за евро. Рост на 83 копейки. Ольга Болезина, Новости экономики в Кирове.